Что такое государственная тайна, определяет закон, принятый в 1996 году. Гостайну составляют сведения военной области в сферах экономики, науки, техники, внешней политики. Закон неоднократно корректировался и дополнялся. Так, недавно были засекречены сведения о размере золотого запаса России. Правом объявлять какую-либо информацию гостайны обладают многие ведомства. Аппарат президента России, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Минюст, Минэкономразвитие, Росатом, Роскосмос, Минпромэнерго, Миноборнауки, Минздравсосразвитие, Минсельхоз, Минтранс. За разглашение гостайны предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Не обязательно иметь официальный доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В связи с тем, что законодателям не установлен точный перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, в сфере риска могут находиться предприниматели, журналисты, ученые, IT-специалисты и иные лица. Часто невозможно определить, следует ли считать информацию государственной тайной. Например, какие именно сведения российской науки секретны, а какие нет. В большинстве случаев обвинения находят в материалах государственную тайну, даже если информация бралась из открытых источников или материалы визировал представитель спецслужб. Из-за этого десятки российских ученых подверглись уголовному преследованию. Поводом для ареста послужила передача советнику посольства Республики Кореи в Москве тезисов, зачитанного накануне на официальном российско-корейском симпозиуме доклада «Политика России на Корейском полуострове». ФСБ обозвало доклад секретным служебным документом, хотя его тезисы были опубликованы в научном сборнике и размещены в интернете. Согласно статье 11 закона, каждый обладатель информации обязан самостоятельно определять, составляют ли эти сведения гостайну. Но самостоятельно это сделать невозможно. Критерии порядок за секречами и секретно, причем они уникальны в каждом ведомстве. Ты обязан самостоятельно определить степень секретности, за свой счет ее защитить, прогрифировать каждую страничку и каждый носитель с соответствующим грифом «секретно» или «совершенно секретно», вызвать фидъегерскую вооруженную почту, стоит неимоверных денег, и отправить предполагаемую гостайму на экспертизу в ФСБ. Правила, установленные ведомствами, ответственными за гостайну, расширяют возможности для преследований. Например, гостайны считаются проблемой, сдерживающей развитие государственной корпорации «Роскосмос». Росту числа дел о госизмене и гостайне способствовало и изменение формулировок этих статей. Так, в статье 275 предыдущей редакции говорилось об оказании помощи иностранному государству во враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ. Из новой редакции слова «враждебный» и «внешний» исчезли. Это сделало статью более туманной и позволило расширить ее применение. Многие уголовные процессы по подобным делам проходят без участия присяжных или в закрытом режиме. Адвокатам обвиняемых часто не удается установить о разглашении каких именно тайн инкриминируют их подзащитных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова